Всем привет, друзья! Вы писали комментарии, разбомбили там все по поводу вопросов постройки. И сегодня, собственно, мы приехали с Денисом. Мы приехали в Дагомыс. И как раз у нас здесь происходит этап электромонтажных работ, и мы вам все сейчас покажем. Погнали! Сегодня мы раз и навсегда закроем вопрос. Как должны проходить электромонтажные работы на объекте, где проводятся отделочные работы? Разберем подробно все этапы и покажем последовательность действий, которые должны выполняться. Материал будет полезен как дизайнерам, так и всем зрителям, находящимся на этапе реализации отделочных работ в квартире, либо только планирующих ремонт. Опытные строители также подчеркнут для себя полезную информацию. Обратите внимание, что этап электромонтажных работ начинается сразу после оштукатуривания. То есть мы получаем ровную поверхность, идеальную плоскость, и только после этого мы приступаем к электромонтажным работам. Мы штробим стены и получаем идеальные размеры. Подрозетники находятся четко в проектных местах. Это может быть проект в автокаде, либо проект от руки, который делает сам электромонтажник непосредственно на объекте. Так, друзья, когда вы заказываете дизайн-проект, обычно вы видите план электрики вот таким вот образом. Это размещение розеток и выключателей. И это совсем не инженерный проект. Это не инженерный проект, ребята. Есть инженерный проект, а есть дизайн-проект. Это разные вещи. Вот как раз-таки провода размещаются, сечение кабель. Что на инженерном проекте? Вообще инженерный проект, ну, во-первых, это делают вообще разные люди. И ни в коем случае из дизайнера нельзя требовать инженерного проекта. Это именно техническое образование. И человек прорабатывает полностью всю трассировку. То есть видите всю проводку на потолке, как она идет по стенам. В проекте мы в аксонометрии видим, как у нас идет кабель, с каким сечением, от какой розетки до какой группы автоматов, где он у нас соединяется в распаечной коробке. И это позволяет избежать максимума ошибок и получить отличный результат. Безопасный, который прослужит много-много лет. Ну и дизайнеру это даст уверенность в том, что те его решения, которые он задумал, будут реализуемы. Потому что кому бы еще проверить дизайнера, кроме как техническому специалисту? Иногда дизайнер может спроектировать что-то, что будет нереализуемо. И если на стадии проекта это сразу прояснить с техническим спецом, то есть с инженером, у которого есть образование, электрик, он может, собственно, найти эти ошибки, то это можно сразу предотвратить и сделать все грамотно. По сути, задача-то дизайнера это же сделать красиво и функционально. И функционально. Инженерная составляющая это еще огромный ряд специалистов. Бывали такие случаи, когда дизайнер просто говорит, что вот у меня классные выключатели, я хочу, чтобы они включались с шести мест. Они еще должны быть двухклавишные и так далее. То есть она их нарисовала красиво, а вот как раз техническая составляющая – это инженерный проект. Слушай, ну наши дизайнеры вот такого не сделают. У нас они обучены. Мы даже на курсах учим вот эти вот эти теми. Бывают разные проекты приходят в работу, поэтому встречали многого. И если есть возможность, она есть всегда. Всегда заказывайте инженерный проект. Да, обязательно. Без этого никуда. Размечаем подрозетники, размечаем, где у нас будут идти штробы и магистрали электропроводки. Также учитываем обязательно чистый уровень пола, потому что все проектные положения указываются относительно этого самого чистого уровня. Здесь у нас находится зона кухни, и мы видим здесь розетки все в пляс да ввысь. Но это сделано неспроста. То есть здесь у нас розетки для рабочей поверхности, здесь для духового шкафа, а здесь для СВЧ и кофемашины. Да, ребят, важный момент. Важный. По нашему опыту, когда мы заказываем какую-то кухню, у каждого кухонщика, у каждой техники есть свои технические условия, по тому, как размещать розетки. И у них есть определенные требования. Поэтому перед тем, как мы финально устанавливаем розетки, мы определяемся с кухней и даем кухонщикам свои чертежи. Они приезжают даже на объект иногда и говорят о том, какие есть у них технические условия, где можно подвинуть, где повыше, пониже розетки для техники, в основном это техники касается. Они дают некие рекомендации. И в результате этих рекомендаций у нас может слегка подкорректироваться проект в процессе реализации. Такое тоже бывает. Это тоже нужно учитывать. Поэтому перед тем, как финально установить подрозетники, лучше перепроверить и позвать мебельщиков, которые будут делать кухню, для того, чтобы розетки согласовать. Когда мы задумываем розетки за телевизором, мы не всегда думаем о том, как проводка пойдет от телевизора к приставке либо к любому другому устройству. А это просто. Нужно всего лишь заложить кабель-канал от зоны ТВ к какой-либо полочке либо шкафчику. И сюда можно спокойно заложить USB кабель, HDMI либо любой другой, который подразумевает ваша техника. Обратите внимание, что в данной квартире у нас есть газ. А это значит, что здесь будет газовый котел. И газовый котел, он подразумевает питание. Но здесь у нас не одна, а две розетки. И вторая розетка, она здесь для того, чтобы туда расположить стабилизатор напряжения. Это нужно для того, чтобы не сгорела плата. Ведь плата, она стоит процентов 70-80 от стоимости котла. Ну и будет не совсем приятно, когда она сгорит. Хорошо проработанный проект это не только красивая картинка. Это продуманные мелочи, инженерные составляющие. Здесь у нас на уровне глаз будет располагаться регулятор теплого пола. Нам не нужно лезть в самый низ, как это обычно придумали делать, и пытаться здесь настроить температуру. Мы в комфортном положении можем поставить, сколько нам необходимо градусов, и не корячиться. Далее мы высверливаем коронкой отверстия для монтажа подрозетников и делаем штробы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Для монтажа подрозетников мы используем обычный строительный гипс, по-другому его называют алибастер. В подготовленные отверстия мы вмазываем подрозетники. И обязательно перед этим прогрунтовать эти отверстия и проследить, чтобы гипс при монтаже полностью контактировал с этим подрозетником. Штробы мы также грунтуем. Не забываем соблюдать порядок во время работы, а не только на стадии завершения. При монтаже подрозетников обращайте внимание, чтобы он был строго по уровню и в одной плоскости со стеной. Когда гипс подсыхаем, обязательно убираем излишки и оставляем подрозетники чистыми. В пенополистироре толщиной 20 мм коронкой по дереву мы высверливаем заглушки для подрозетников. Для того, чтобы изготовить заглушку для подрозетника, мы используем обычный пенополистирол толщиной 2 см. Мы берем коронку и насвериваем его. И получаем вот такие вот заглушки. Эта заглушка вставляется в подрозетник. И в конце работ, когда у нас будет монтаж чистовой электрики, подрозетник будет идеально чистый. И немаловажный фактор, который нужно учить при электромонтажных работах, это, конечно же, высоты. Мы должны учесть все покрытия, которые у нас будут до монтажа подрозетника. То есть сейчас у нас проектная высота 40,5 см. Вы скажете, это много. Все верно. То есть здесь она у нас должна быть на 30 см. И мы сюда уже заложили слой стяжки, чистовое напольное покрытие и выставили подрозетник в идеальных размерах. И еще раз хочу акцентировать ваше внимание на том, что электрика делается после штукатурки. Почему? Потому что мы получаем идеальные размеры, как здесь. То есть у нас подрозетники должны быть четко по центру. Если мы их поставим на черновой стене и потом будем штукатурить, то подрозетники однозначно съедут. А кабель будет проходить не под углом 90 градусов. Также хочу обратить ваше внимание на ригели и любые другие несущие конструкции. Их ни в коем случае нельзя штробить. Здесь мы аккуратно проштробили штукатурку. И кабель провели в обход ригеля. Потом это все у нас аккуратно заштукатуривается и мы не нарушаем никаких норм. И получаем идеальную прокладку кабеля. Для удобства работы электромонтажника мы используем специальную катушку для размотки кабеля. Она позволяет избежать таких моментов, когда кабель путается. То есть сюда у нас одевается бухта и монтажник разматывает ее сколько ему нужно. В первую очередь на катушку мы надеваем гофру и разматываем необходимое количество, которое нам необходимо. Отрезаем ее. В гофре всегда есть протяжка. Это такая металлическая проволока, к которой привязывается один конец кабеля. Кабель также надевается на катушку и за протяжку мы вытягиваем необходимое количество кабеля. Тем самым мы получаем кабель, протянутый в гофре. Синяя гофра, она универсальная. И для себя мы решили использовать ее для протяжки слаботочных сетей. Серая гофра используется для основного питания. Для розеток, выключателей, освещения. Когда мы крепим край кабеля к протяжке, край мы изолируем изолентой. Чтобы этот край не цеплялся за внутренние стенки гофры. Всегда обращайте внимание на маркировку кабеля. Это кабель ВВГ, ПНГ, ЛС. Мы его используем на этом объекте. Иногда мы используем кабель Нюм. Это кабель негорючий. Он максимально распространен в электромонтаже. Он гибкий, с ним легко работать. И он вам прослужит очень-очень долго. Вот здесь прописана маркировка. Всегда ее читайте. И ни в коем случае не покупайте подделки. Это ваша безопасность. Трассировку кабеля по потолку выполняем строго по уровню. Все отводы и повороты, они все строго под 90 градусов. Далее, по разметке, которую мы сделали на потолке, мы пристреливаем клипсы. И в эти клипсы уже будет вставляться гофра. Одновременно с этим мы также пристреливаем распаечные коробки. Для правильного и быстрого монтажа используйте правильный инструмент. Это пистолет, который позволяет ускорить ваш процесс в кратный раз. То есть мы просто вместо перфоратора и шуруповерта делаем одно движение. И крепеж смонтирован. Каждый кабель мы монтируем в правильной последовательности, чтобы не было никаких перехлёстов на потолке. Наличие проекта позволяет отрезать правильную длину гофры и кабеля, чтобы от розетки кабель дошёл строго до распаечной коробки. А от распаечной коробки до электрощита. Многие из вас спросят, а почему же мы сделали всю трассировку проводки по потолку, а не, к примеру, по полу? Да потому что мы так захотели. Не бывает каких-то правильных решений. В нашем случае мы выбрали решение на потолке. Используя специальную гофру, которая предназначена для потолка. Пожалуйста, хотите, раскидывайте по полу. Используйте специальную гофру, которая будет хорошо себя чувствовать в щелочной среде. И будет вам кайф. Ну, здесь огромный плюс, что будут потолки у нас натяжные. И мы можем в случае чего потолок аккуратненько вскрыть и получить доступ к распаечной коробке. Далее каждую жилу мы разделяем по цвету и скручиваем между собой. Далее на эти скрутки мы наносим коннектор LTE-120. Далее мы каждую скрутку опускаем в припой и тем самым пропаиваем наше соединение. Далее каждую скрутку мы изолируем термоусадкой. Саму термоусадку мы нагреваем строительным феном. После этого мы аккуратно складываем каждый кабель в распаечную коробку. Закрываем крышкой и клеим пломбу. На пломбе написано, кто смонтировал и когда смонтировал. Если вдруг кто-то вскроет коробку, это будет заметно. Опуски кабеля в штробы мы монтируем на дюбель хомуты. Предварительно питфоратором подготовив для них отверстия. Когда мы заводим всю проводку в щит, обязательно обратите внимание, чтобы эта проводка не мешала при дальнейших работах. То есть все эти штробы нужно будет заштукатурить и нужно, чтобы проводка не выходила за плоскость стены. Каждый кабель, который заводится в щит, он должен быть обязательно подписан. Ну что, ребята, Денис очень любит лайки, которые вы ему ставите. Вы нажимаете ему прямо на сердце. Вот. И пишите ваши вопросы в комментариях. Пишите вообще ваши комментарии по поводу электрики. Может быть, какие-то темы мы еще не раскрыли? Конечно, не раскрыли, поэтому давайте задавайте вопросы. Мы с удовольствием на них ответим. И, конечно же, хочется услышать, что вам все-таки еще интересно. Что вам еще показать, рассказать, осветить. Поэтому все в комментарии. Бегом-бегом. Пишем комментарии, ставим лайки. И увидимся в следующем выпуске. И подписывайся на канал, ставим лайк, нажимаем на колокольчик. Все, как обычно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok